МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что такое это национальное достояние и может ли обычный гражданин себе позволить его? В принципе, открыт или закрыт рынок земли, нам по большому счету все равно. Как мы не имели земли, так ее, скорее всего, иметь не будем. А вся суета вокруг конституционности, либо неконституционности этого процесса сводится к борьбе различных олигархических кланов, которым выгоден тот или иной способ присвоения земельных наделов. Если вы обычный гражданин Украины, простой рабочий человек, интеллигент, учитель, врач и так далее, сможете ли вы получить себе в собственно земельный участок? Теоретически да. Земельный кодекс дает вам такое право. Ну и Конституция, конечно, гарантирует вам это. Не говоря о том уже, если вы являетесь чернобыльцем, инвалидом, отошником и прочее. Но попробуйте это сделать. Напишите заявление в свой местный городской поселковый совет, и вы получите ответ. Как одна из моих клиентов, которая является инвалидом третьей группы, пострадавшая от аварии на ЧАЭС и стоит в очереди на квартиру уже более 20 лет, на ее обращение в мэрию с просьбой выделить земельный участок под индивидуальное садовое хозяйство либо строительство отдельного жилья, ей ответили – земли нет. Но как же так? Как же нет земли? Давайте пройдемся по любому городу, не обязательно по Киеву, поедем в любой областной районный центр, и слева, и справа, и вокруг нас строятся новые жилые кварталы, многоэтажные дома, торговые центры и прочая развлекательная площадя. Ну, значит, земля есть, но она есть для кого-то, и что нужно, чтобы ее получить? Существует много различных схем земельных макинаций – землеотводов, присвоения, выделения, изменения собственности и целевого назначения земли. Один из таких способов присвоения земельных участков нами был обнаружен в открытом источнике, но надо знать, где этот источник искать. Есть в Украине такой город – Черновцы, областной центр, между прочим. И там откатали интересную схему дерибана коммунальной земли. Некая фирма, ТОВ, вырубничокомертийна фирма «Экомонтаж Сервис», ставит на территории пустыря по адресу проспект независимости 137 типичную строительную будку, гордо именную ее «Нежилое строение проходной А». Площадь этой будки – 4 с небольшим квадратных метра. И на эту будку регистрируется право собственности 22 марта 2019 года. И после регистрации данной будки аж целым «Нежилым помещением» Сессия Черновецкого горсовета выделяет почти гектар земли под строительство многоквартирного дома с объектами торгово-развлекательной структуры на этот адрес. Это решение от 11.04.2019 года. Интересно получается, не правда ли? Мы ставим будку? Даже наши журналисты поехали и попытались найти это «Нежилое строение». Пустырь видим, мусор видим, вагончики различные видим. Но где же «Нежилое строение»? «Нежилого строения» не видим. Так еще оно и находится по четной стороне улицы, хотя ему присвоен нечетный номер. Наши друзья из налоговой сообщили, что данная фирма, а зарегистрирована она в Киеве, имеет еще и налоговый долг. Как вы не пробовали с налоговым долгом совершать какие-либо гражданско-правовые сделки и операции? Попробуйте. Но некоторым фирмам и предприятиям, наверное, связанным с городской властью, всегда зеленый свет. И действительно, откуда возьмется земля для тех же аточников, для тех же инвалидов, для тех же чернобыльцев, если она будет раздаваться гектарами под строительные будки? Эта же контора имеет еще несколько земельных участков в городе Черновцы и тоже под строительство многоквартирных домов. И пока наша национальная полиция, возглавляемая режиссером шоу господином Аваковым, штурмует котлетный зал ресторана «Гавана», и оперативники заняты выявлением пропагандистов против коронавируса, либо людей, которые хотят заработать себе на хлеб в это тяжелое время, продавая вещи на рынках, либо свои продукты, выращенные на огороде, никто не обращает внимания на странности выделения земли в городе Черновцы. Но обратили внимание мы. У нас есть закон, закон Украины про оперативно-розыскную деятельность. Этот закон гласит, что поводом к возбуждению оперативно-розыскных дел являются в том числе ведомости, полученные из средств массовой информации о возможных преступлениях. Поэтому мы просим органы национальной полиции обратить внимание на эту так называемую строительную будку и выделенную под нее землю. Тем более, что на данный момент черновчане не выбрали мэра, и очередной тур выборов назначен на 29 число этого месяца. А посему пока стройка там и какие-либо манипуляции и действия притихли. Но, господа украинцы, как только вы сделаете свой выбор и опять дадите им, чинушам, индульгенцию на 5 лет, увы, потом пенять будет не на кого, кроме как на себя. С вами был Народный Бультерьер и его ведущий адвокат Андрей Гожий. Уважайте себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok